Всем привет, друзья, это Сергей, вы на канале Old School Gamer И сегодня у нас две игры на PlayStation 4, правильнее сказать, два диска Один вот поменьше, другой побольше, коробочка, всё посмотрим И интересная история, конечно, интересные игры Как видите, наверху лежит Mega Man Legacy Collection Вторая же игра большой коробки, это Mighty номер 9 По сути, буду называть это диск одной игрой, хотя не одна вовсе Какая бы компиляция Это дань памяти, так сказать Не то, что даже дань памяти, он же не умер Но когда-то хорошему, такому великому разработчику японскому По большей части, даже скорее дизайнеру и иллюстратору Кейдзи Иннафуня Большая карьера у него была в фирме Capcom В основном много серий он затронул Начал с первого Street Fighter Где он нарисовал всего одного персонажа, аддона Потом много было других различных игр Ну, достаточно хотя бы вспомнить о Дэндиске Утины Истории и Чипа Дэйл, где он также был иллюстратором Но потом нашел он себя в создании вот, собственно, этой серии Мегамэн Ох, крутая, конечно, была игра во времена Дэнди Я в те времена, честно говоря, ее не совсем понимал Только вот сейчас, спустя уже годы В полной мере, понятно величие этой серии За все время конкретно вот серии Мегамэн было выпущено 10 номерных игр Ну, то есть Мегамэн 2, 3, 4 и так дальше Еще больше десятка различных спин-оффов без номеров После этого во времена Super Nintendo Иннафуня сделал, так сказать, ребут сериала И выпустил серию Мегамэн X Действие которой происходило а-ля спустя 100 лет После событий Мегамэна И более так все было брутально там И депрессивно, так более как-то в темных цветах Все было выполнено, что ли Ну, как бы, не напрямую вживую в темных цветах А вот так, витьева, так говоря И тоже там было 9 частей Мегамэн X Потом он сделал еще 2 части Мегамэн Ледженд Уже была такая трехмерная топ-даун ролевая игра про Мегамэна И кроме этого, куча всего было Кстати, в Японии Мегамэн был вовсе не Мегамэном, а Рокман Каменный типа человек Так его называли И вот спустя годы выпустили такое переиздание Мегамэн Legacy Collection На PlayStation 4, на Xbox One и на ПК В Steam'е оно у меня уже год как есть Я поиграл, но вот решил для коллекции на PlayStation Хочу, мне нравится на PlayStation на 4, на дисках Собирать всякие инди-игры, такие маленькие игрушки Они стоят недорогие и прикольно красивые диски Так вот на полочке боком лежат Мегамэн Legacy Collection Прикольно выглядит Ну а так-то по сути тут даже написано Нужно 300 мегабайт всего на жестком диске То есть Blu-ray использован там просто на проценты От своей мощности И всего сюда входит по непонятным причинам Только 6 мегамэнов, классические, которые выходили Именно на Dendy, на Nintendo Entertainment System А потом там на Super Nintendo И уже мегамэну выпускали Даже, по-моему, на PlayStation 3 вышел уже Мегамэн 10, там на Xbox 360 Ну только в царовом виде он продавался Сюда почему-то это не стали включать Ну вот, тут всего их 6 частей Не знаю, конечно, пожалели они Six Games in One Включая новый челлендж-мод С перемешанными уровнями всех частей Типа вместе И режим музея Со всякими скетчами, концептами и прочее Но в те времена я на фоне был хороший Конечно, придумал тоже игру Вроде бы такой платформер со стрельбой Но он такой, знаете, как современный вот Dark Souls Только в те времена Просто брутальный Постоянно не получается Постоянно умираешь, убиваешь босса Получаешь его оружие Как-то используешь его по-новому на следующем уровне Но вот сейчас играть на самом деле Прям поражаешься Как хорошо было все задизайнено А приятно будет поиграть на PlayStation Давайте, наверное, сразу остановимся И откроем диск Посмотрим Может быть что-нибудь внутри там есть интересное Хотя я сомневаюсь Максимум какая-нибудь бумажка будет еще Ну, как видите Рейтинг E for everyone Это ESRB Американское издание Не знаю, по-моему, в Европе оно даже не выходило О, внутри что-то есть Смотрите, какой-то набор кругляшков Ух ты, прикольно Собственно, блюрейчик Такие, смотрите, карточки Во-первых, карта с каким-то кодом Бесплатный Mega Man трек Три музыкальных композиции Еще раз Приглашает скачать С Mega Man 1 по Mega Man 6 Три трека Но в них суммарно 18 композиций Как-то вот какие-то миксы что ли Код обязательно зайду скачаю С другой стороны у нас такая красивая картинка Legacy Collection Делают разные боссы и персонажи нарисованы А вторая бумажка вот Тут у нас Полный список Боссов из всех шести частей Офигеть Робот-мастер Да Робот-мастер, короче Вот они перечислены Потом, что он дает Как бы за свою победу Ну, то есть Каждый, как бы, босс его убиваешь Он дает какое-то оружие Которое у него было И можно его использовать уже Mega Man против следующих боссов Не просто врагов И вот как раз написано Какой босс против чего еще слаб Ну, давайте посмотрим Катмен Гатсмен Айсмен Бомбмен Файермен Элекмен Металмен Эйрмен Бабблмен И вот прям пишут Допустим Бабблмен Дайота Баббллит И Ослаб он против Металблейд Который Выпадает из Металмена Ну и вот так Смотрите по всем частям Мегамэн Один Два Три С другой стороны Четыре Пять Шесть Прикольная карточка Ну вот люблю такие ништяшки Когда вкладывают Она еще плотная Такая не бумажка А реально такая прям Глянцевая Толстая И Пакетик С тремя вот такими Нашивочками Давайте Разрежем Посмотрим их Так Или это наклейки А это походу наклейки Их можно наклеить Не знаю Сохраню Клеить не буду Но прикольно Вот сам Мегамэн Такой прям пиксельный Как на геймбое Был Вот такая Как в шляпе Штука А четыре даже Потом вот Такой красненький Как его звали Это Зира Не Зира Ох забыл уже все И доктор Уайдли Главный злодей Да Наклеечки Можно их куда нибудь поклеить Но наклеить я не буду Оставлю их в коробочке Для полноты набора Прикольный набор Конечно да Повторюсь Жалко что Легаси коллекшн Уж совсем прям Сделали Легаси Только со времен Дэнди Даже непонятно Как бы это вроде И не память Самому Инофуне Потому что он Делал больше частей Причем по моему В каком то Из Мегамэнов В шестом что ли Он вообще в создании Не участвовал Там еще были Седьмой Восьмой И так далее Потом серия Вся Мегамэн Икс Тоже сюда не входит А на один Блюрей то можно было Все запихать Ну вот капком Так как то Решил и сделать Это конечно Недостаток Ну после этого Конечно наплодил Там и Нафуне Своими друзьями Мегамэнов Наверное суммарно Во всей серии Там за 50 игр Точно существует Просто разнообразных Там какие-то даже Спортивные Какой-то Мегамэн Футбол был Ну много Всякого шлака Я когда говорю Про Мегамэна Я говорю конкретно Про серии Где вот Был порядковый номер В названии Ну и Мегамэн Икс Тоже так Ну и Мегамэн Лежинса Всего две части Правда было Третью он забросил А потом пошел Он что-то уже По пятну Ну конечно он Попродюсировал Несколько частей Резидент Ивола Анимушу Попродюсировал Участвовал В создании Дэтрайзинга Первого Вроде хорошие игры Но Потом ушел Из капкома И подался На вольные хлеба Пытался Пытался И в итоге Нашел в себе Единственное применение Вернуться к Мегамэну И собрать на Текстартере Денег На новую игру Но поскольку Он уже не был В капкоме Пришлось сменить Ему название На Майте Номер 9 Собственно Вот и она Ох Долгий был путь Ну я за нее Кстати Не платил на Текстартере Пропустил я этот сбор И с самого начала Как-то обратил внимание Может быть и поучаствовал Но нет Это уже Я следил так В процессе Долго все шло Игра в итоге Вот вышла Несколько месяцев назад Запоздание Там чуть ли не на два года На полтора Может Он ее переносил Еще не доделав Самого мегамена Начал Собирать деньги На какого-то нового Еще Мегамена Майте номер 9 В итоге Просто скатился И сама игра Получилась Не такой хорошей Но тем не менее Я ее купил И в таком еще Сигначер Эдишн Большое Такое издание Прикольное Как видите Там будет фигурка Такая убогая Самого этого Главного персонажа Ну и какие-то Другие ништячки Сейчас все посмотрим Ну весит-то побольше 3,5 гигабайта В стиме Я кстати тоже ее купил На плейстейшн Взял по сути Для коллекции Есть ремот плей На Гиту Вдвоем Можно играть Но не на одном телике А только по сети Ну и что-то сюда входит Давайте откроем коробку И глянем Так Переливаем Вот тут наверное Сам диск Да В такой коробочке У нас Диска Майти номер 9 А вот тут Все остальное Ух ты Нифига она здоровая Я думал она поменьше Размером Она вообще гигантская Оказалась Прикольное Смотрите Внутри Тут прям как написано Как он еще состоит Визор Глаз Мозг Кости Да Забавно Так Тут снизу Подставка Как ее достать Она приклеена Тут прям Как-то пожисти Накрутили Намутили Так Ничего не получается Так и все Оторвай Вот отлично Так Подставку Достали Ну и как тебя Извлечь-то отсюда Чувак Все понятно Так Открываем Оп Рожа улетела Одна рожа улетела Давай Давай вылазь Оп И еще Одна рожа Ну вот такая Она смотрите Довольно здоровая Довольно прикольная В комплекте Идет аж набор Сменных рожиц Тут он такой С открытым ртом Тут он такой Злобненький А тут он что-то Орет как будто Давайте посмотрим Как она меняется Как рожу сменить Еще не понимаем Все сделано Так Рожа Должна вытаскиваться Каким-то образом Ага Вот вытащил рожу Давайте поставим Злобную Вот Такой Злобный Мне больше нравится Ну и подставка Для ног Тут вот в одной Ноге есть дырка Что написано Сделано в Китае По концепту Аж 2015 Года Ну руки Крутятся Они такие Подвижные Ну прикольный Чувачок Но конечно Больше похож Не на фигурку А на детскую игрушку Но забавно Забавно Ну и все Вот такой Будет стоять Злобный Давайте Я его положу Вместе с рожами Куда И сюда Ну и посмотрим Еще Дисок Во-первых Тут написано Что это Кроссбай То есть Эта игра Будет еще и на Вите Работать Она на Вите Оказывается Еще выходила Ну прикольно Может метро Погомаю Включает Дополнение Рэй И набор Ретро Героев ДЛС Плюс Артбук И постер Такое вот Издание Что пишут Заги Классический Японский Сайдскроллер Трансформируем Созданный Легендарным Просто Индустриальным Гением Кейджи Кейджи Нафуня И команды Разработчиков Ветеранов Майки Номер 9 Берет Лучшее Из 8 16 битной Классики Что Вы любили И трансформирует Это в современные Технологии Новые Механики Это просто Потрясающе Включает Бег Прыжки Выстрелы Трансформация 12 уровней Онлайн Кооп Режимы Испытаний Дополнительная 8 битная Музыка Три Разблокируемых Супер Сложности И режима Ну просто Так все написано Как будто Это что-то шедевральное А Набор Рэй Включает Вермиллион Дестройер Уровень Битву С боссом Против Рэя И Играй за Рэй В ее Приключения В поисках Ответов То есть Еще какой-то Женский персонаж Тут есть Ну давайте Снимем пленку И глянем Так И Внутри Так Внутри Тут сразу Код Вот на этот Видимо Дополнительный Контент Да Вот Рэй Написано И все Такое Ну собственно Диск с игрой Потом Вот такой Артбучик Странно Открывается Вертикально Давайте Быстренько Пролистаем Главного Героя Зовут Бек Вот он Собственно Бек Пироген Ммм Смотрите Огненный Криосфер Водный С вентилем Динотрон Это видимо Какой-то Земной Со сверлами Сейсмик Нет Вот этот Значит Земной Точно Какой-то Бульдозер Батальон Какой-то Танк Авиатор Летающий Прикольно Брэндиш С мечом Такой Японский Самурай Каунтер Шейд Это какой-то Тоже Такой Самурайский Стрелок Кол Какая-то Японская Девчонка И вот Набор Видимо Это разные Вради Которых Мы встретим Еще Вон Всякие Глазастые Ну Прикольный Такой Виден Конечно Единый Стиль Но Он Такой Совсем Уже Детская Анимеш Смотрите Какой Жрудяй Рэй Вот Собственно Как Выглядит Рэй Круто Выглядит Прикольный Вот Такой Харт Бучик Дешевенький Конечно Тоненькая Книжечка Но Прикольный Мне Кстати Понравилось Полистали И Еще Даже Плакат Сюда Входит Ну Дела Еще И Плакат Положили Плакат Такой Маленький Как Журналы В игроманию Клали Даже Меньше Мне Кажется Вот Мэйти Номер Девять Такой Цветастенький Прикольненький И Даже Двухсторонний С обратной Стороны Тоже И Вертикально Можно Повесить Ну Я Конечно Уже Пережил То Время Когда Плакаты На Стены Вешал Поэтому Я Сложу И Назад Уберу В коробочку Ну Вот Такой Набор Тоже Прикольный Ничего Так Собственно Что же Мы В итоге Имеем Ну Такой Современный Набор На Плейстейшн Четыре Для Людей Кто Интересуется Классикой По сути Легендарные Шесть Частей Первых Мегамена И Не Самый Лучший Ремейк От Того же Автора Майти Номер Девять Кейдзи Нафуни Конечно На мой взгляд Слился Уже От него Не жду Никаких Анонсов И даже Если он Анонсирует Скажут Я вернулся В капком И буду делать Мегамен Леджендс 3 У меня это Скорее Фейспалм Вызовет И я не буду Это ожидать Мне кажется Это будет Какое-то Говно И вот Сейчас На Иксбокс В сентябре На Иксбокс Ван Ну и на ПК Соответственно Выходит Эксклюзивная Игра Рекор И тоже Там Участвует В создании Тейдзи И игра Тоже Обещает Быть Средненькой Но тем не менее Майти номер 9 Все равно Планирую Пройти Через силу Может быть Я чуть-чуть Совсем на компе Поиграл Пока не понял Но слышал Много Негативных Отзывов Интересно Хотя может Мне понравится Ну хотя Не думаю Просто От тех людей Слышал Кому я В принципе Доверяю И рейтинг У нее повыше От 10 лет У Мегамена Для всех Кстати Коллекционное издание Довольно редкое Всего 10 тысяч копий Ну вроде 10 тысяч Кажется много Но это же на планету Какое население Везде Так что 10 тысяч Это вполне себе 79 79 У меня такой номер Круглый Можно сказать И знаете На самом деле Вот сейчас я распаковал Мне жалко стало Фигурка-то прикольная А вот есть еще Такое коллекционное издание Мегамен Legacy Collection С такого же размера Фигурка и Мегамена Ну только она Неподвижная Как статуя Такая летая Прикольно Было бы Испеоби Взял бы в таком виде У меня был бы тогда И Мегамен И Бек Рядом их поставить Прикольно Типа Старая Как бы И новая Классика И модерна Ну было бы забавно Не знаю Может когда-нибудь Придет время И докуплю ее Она довольно дорого Стоит Больше 100 баксов Поэтому и не купил Пожалел Потому что вот эта штука 15 баксов стоит И чисто за фигурку Доплачивать Не самую красивую Но вот сейчас распаковал И вот это Оказалось гораздо лучше Чем я думал О ней Хоть и выглядит так Простенько Ну знаете Красиво куда-нибудь поставить Может не к остальным фигуркам На пол Как куда-нибудь отдельно И отдельно будет Очень красиво смотреться Ну Просто Как бы Посмотрел И нормально Такой вот набор Тинзи на фуне Капком Ретро платформеры Ну не знаю Я такое люблю Приятно Как бы вроде Новая приставка А есть какая-то В этом и ностальгия На этом все С вами был Сергей Надеюсь вам было интересно И посмотреть И послушать Пишите комментарии Ставьте лайки Вступайте в группу На Вконтакте AllSchoolGamer А мы с вами Увидимся В следующих роликах Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok